Павел Николаевич, я видел сюжет, это видеокадры, которые кто-то из работников записал на месте, где происходит капитальный ремонт, как сотрудники ЧОПа, представляющие муниципальную власть. Это сотрудники ЧОПа, которые принадлежат группе РОТ. Да, я понимаю, но тем не менее эти люди практически подставляют ноги под отбойный молоток, то есть лезут далеко уже, не защищая муниципальное имущество, на которое по документам они должны направлять свои усилия. А они уже просто, видно, что они мешают проведению капитального ремонта, и это, на мой взгляд, является каким-то уже просто злопотреблением, служебными полномочиями. Что сейчас происходит в клубе, и как вы на это смотрите? Во-первых, они абсолютно убеждены в собственной безнаказанности, потому что те рейдеры, которые стоят за ними, они практически сидят во властных кабинетах. Все эти команды идут из правительства Московской области, мы это прекрасно знаем, и районная власть, она является исполнителем. Естественно, вот эти бандиты, которые вошли во дворец культуры. Причем они же знают собственные безнаказанности, помните, они уже то под трактора бросались, то ноги подставляли под механизмы и различное оборудование, которое использовалось нами для проведения ремонтных работ. И точно знают, что им ничего не будет. Потому что закон у нас, к сожалению, действует не то, что избирательно, он вообще действует только в сторону бандитов, по сути своей. То есть никак не наказывая, потому что они абсолютно слились, все эти судебная, правоохранительная система. Это вот такой левиафан. Если кто смотрел фильм «Левиафан», он может убедиться, что это не только там где-то далеко в Мурманской области, это везде, без исключения, и у нас тем более. Мы, со своей стороны, должны проводить ремонт, мы об этом знаем прекрасно. Там трубы не менялись с момента основания дворца культуры. Мы к этому приступили, будем работать. Да, они нам мешают, затягивают сроки. Процессы, в том числе, скажем так, блокирования работы совхоза, они в судах находятся. Видновский городской суд отвязался по полной программе. Он не имеет права рассматривать вопросы, связанные со спорами между двумя юридическими лицами, но, несмотря на это, делает это. Он накладывает какие-то сумасшедшие обеспеченные меры, мы об этом говорили. Там никогда не было горячей воды. Вот сейчас мы пытаемся ее туда провести. А судья вдруг написал, обязал нас подать туда горячую воду. Там даже труб нет. Ну, получается, формально мы выполняем решение суда, тащим туда трубопроводы. Но, конечно, вот эти вот бандиты, в том числе и из группы АЭР, вот этой, которая, скажем так, как будто бы оказывает помощь муниципальному учреждению, которым директором является сослуживец этого Саблина, они делают все для того, чтобы наши дети не смогли заниматься нацикультурой. Все равно мы все преодолеем, мы проводим ремонтные работы, нас больше, чем их, слава богу. Ну, и потом мы же, знаете, кто может вам в вашей квартире помешать делать ремонт? Ну, кто? Поэтому, правда, на нашей стороне мы это знаем. И они, кстати, тоже знают. Но когда мои подчиненные с ними начинают разговаривать с глаз на глаз, они говорят, ну, нам приказали, мы ничего сделать не можем. Вот эта мразь, которая там приказывает им совершать разного рода противоправные действия, делать так, чтобы дети не смогли заниматься нацикультурой, это вот эта вот группа жуликов и воров, которая сейчас оккупировала всю страну, в том числе и сахусы.